Всем привет, это Бостон! Совсем скоро поменяется магазин фрагментов, и пока это не произошло, разберем героев, которых можно купить за фраги. Всего сейчас можно купить 12 героев. Кратенько по всем пробежимся и постараемся оценить, какие герои тебя не разочаруют, и соответственно, кого, на мой взгляд, стоит брать, а кого нет. Посмотрим на сильные и слабые стороны персонажей. Итак, поехали! На самом деле, нам только кажется, что во фрагментах 12 героев. По факту, их тут только 11. Потому что Лейла у всех есть, соответственно, и купить ее за фрагменты не получится. Поэтому и рассказывать про нее я не буду. Стартовый стрелок без возможности эскейпа, но зато с высокой дальностью стрельбы ближе к лейту. Начнем мы с другого стрелка, Беатрис. Вообще, стрелков во фрагментах в этот раз достаточно много. Беатрис выделяется из всех стрелков своим высоким единовременным уроном. С помощью снайперки и дробовика Беатрис может невероятно быстро снизить хп вражеских персонажей. Но одновременно с этим попасть по врагам из этих пушек не так уж и просто. Стреляя из дробовика, нужно уметь устраивать засады. Плюс мы рискуем, что нас успеют законтролить раньше, чем мы нанесем урон. А стреляя из снайперки, нужно научиться точно попадать и предугадывать движение противников. Хотя у Беатрис есть универсальные УЗИ и гранатомет. Но, на мой взгляд, действительно впечатляющих результатов на героя получится добиться только при комбинировании УЗИ и снайперской винтовки, на которой придется натренировать меткость стрельбы. В общем, это стрелок непростой, но в перспективе может быть очень сильным. Если говорить про покупки на будущей за фраги, на данный момент самым удачным выбором может оказаться Ван Ван. На данный момент это просто средники по силе стрелок. Но, возможно, уже совсем скоро после патча на основной сервер, ее усилит, добавив урон и упростив выбивание меток на вражеском герое. Почему я говорю возможно? Потому что на тестовом сервере усиление Ван Ван преподносилось как экспериментальное. Но при этом на официальном канале Моблы уже анонсировано ее усиление. Поэтому пока непонятно, насколько ощутимо ее бафнут. Это станет известно только через несколько дней. По моим оценкам, этот герой в перспективе должен стать одним из сильнейших в новом сезоне. Но нужно учитывать, что Ван Ван не самый простой герой по механике. И на ней придется играть очень контактно по сравнению с многими другими стрелками. И, соответственно, часто рисковать. Раз уж мы начали со стрелков, давай поговорим про них всех. Кэри – герой, который получил усиление в прошлом патче на основной сервер. Под вдохновением и ультой Кэри выдает очень высокий урон. Но должно совпасть очень много факторов для эффективной игры на героя. И прежде всего нельзя допускать, чтобы этот стрелок попадал под контроль. А сделать это не всегда просто, так как дальность стрельбы у нее невысокая. И вероятность попасть под углушение вражеского танка или мага достаточно велика. Особенно непросто на ней становится играть ближе к лейту. Поэтому в теории, конечно, стрелок очень сильный. И один на один вынесет большинство героев. Но на практике очень многое будет зависеть от состава вражеской тимы. И насколько у тебя хорошо получится уворачиваться от магических атак и вражеского контроля. Есть, кстати, небольшая фишка. Начать сборку у Кэри можно с ветра природы, чтобы в начале игры контрить большую часть героев с физическим типом атаки. По урону мы, конечно, немного просядем. Но у Кэри с вдохновением его в избытке. Еще один непростой стрелок во фрагментах – Клауд. Лично для меня Клауд всегда был достаточно геморрным вариантом. Потому что постоянно нужно следить, чтобы не спадали стаки. А без стаков у Клауда урон очень унылый и не какущая скорость перемещения. В теории Клауд сейчас, конечно, может кому-то зайти. Но это точно не мой вариант. Поэтому и советовать его к покупке не могу. И последний стрелок в этой подборке – не совсем стрелок, а стрелок-маг. Правда, геймплей на этом герое не похож ни на мага, ни на стрелка. Вообще, Кимми, как и Фани – это герой с абсолютно уникальной механикой. При игре за Кимми мобла превращается из мобо-игры в аркаду-шутер, где все выстрелы приходится наводить вручную, и они не прилетают сквозь врагов на пути. При этом нельзя сказать, что за нее играть интереснее или скучнее, чем за других стрелков. Я бы сказал, игра за Кимми выглядит просто по-другому. И при определенной сноровке можно даже добиться на ней очень неплохих результатов. Но я, например, достаточно быстро устаю, играя за Кимми. И после пары каток хочется передохнуть и на каком-то другом, классическом в понимании моба-героя. Хотя, еще раз повторюсь, при должной сноровке Кимми может оказаться сильнее большинства других стрелков на данный момент. Ангела – единственный саппорт в фрагментах. И я хочу сказать, что саппорт очень ситуационный, который неплохо работает в некоторых связках героев. Но на данный момент, например, тот же Дигги, который начал неплохо играть после бафа, или даже Флорин, которые можно было получить вообще бесплатно, и которые собираются еще немного усилить лечение в следующем патче, будут в большинстве случаев лучшим выбором, чем Ангела. Поэтому ее, на мой взгляд, пока покупать не стоит. Из бойцов у нас также только один единственный вариант – это Сильвана. Вариант неплохой. Тем более, что к нему еще выдается и хороший халявный скин. Конечно, при том условии, что у тебя на аккаунте максимальный кредитный счет. По силе героя я бы не сказал, что Сильвана выделяется среди других бойцов. Она не хуже и не лучше других, если брать общий срез. У нее много контроля со скиллов, и это несомненный плюс. Но зачастую ей не хватает выживаемости. Плюс многие скиллы Сильваны, даже ульту, можно прервать, и не всегда получается их скастовать в нужный момент. Если бы я выбирал, кого купить за фраги, скорее всего купил бы какого-то другого героя вместо Сильваны. Также у нас есть достаточно большой выбор по магам. И начну я с моего самого любимого мага в игре Чане. Я понимаю, что это очень субъективно, но Чане максимально комфортный маг на данный момент. У нее невероятно высокая маневренность за счет ускорения под щитом, а также мощный урон с автоатакой ультимейта. С помощью ульты на большом расстоянии достаточно легко выносятся практически любые герои. Главное держать в фокусе какого-то одного персонажа, чтобы прошел максимальный урон за счет пассивки Чане. В общем, это прекрасный маг для соло ранга из-за хорошей мобильности и высокой дальности ультимейта. Кагура – еще один неплохой герой, которого можно сейчас купить за фраги. По геймплею она, конечно, куда сложнее, чем Чане. Но нужно понимать, что это маг совершенно другого типа. Если Чане – это достаточно простой в освоении позиционный маг, то Кагура – это, можно сказать, маг-ассасин с двумя рахками – от зонтика и к зонтику, встроенным очищением, а также высоким единовременным уроном. Но при этом его нельзя назвать очень высоким. У многих магических ассасинов урон, конечно, будет повыше. Зато этот урон у Кагуры по небольшой площади, а высокая мобильность плюс очищение, когда мы используем рывок с зонтиком в руке, очень часто спасает от неприятных ситуаций. Соответственно, ее стоит покупать за фрагменты, если ты готов потратить время на освоение непростой механики героя. Аврора – это ледяная копия Эйдоры. Именно такие ассоциации вызывает у меня этот герой. У нее нет скиллов с эскейпом, зато есть оглушение и высокий единовременный урон. Из преимуществ перед Эйдорой у Авроры все же ощутимо выше дальность каста первого скилла. То есть на Авроре играть будет чуть безопаснее и немного проще наносить постоянный урон по врагам. А в целом на Авроре, конечно, будет играть чуть сложнее, чем в Нейдоре, потому что придется целиться первым скиллом. При этом по эффективности она будет не намного лучше. И финальный одиннадцатый герой, которого можно сейчас купить за фрагменты – Адетта. Как ее часто называют любимая пассажирка в такси Джонсона. Это неплохой маг, по крайней мере не хуже других. Из плюсов – у нее очень мощный массовый ультимейт и сильно раздражающая врагов пассивка, которая постоянно будет снижать их здоровье. Также у нее есть обезвиживание, причем и со скилла, и с ульты. Успешность игры на этом маге во многом будет зависеть от количества контроля во вражеской тиме, так как прервать ульту Адетты достаточно просто. А это ее основной источник урона. В целом герой интересный и точно внесет разнообразие в твой геймплей. Главное не забывать активировать пассивку до применения ульты, чтобы нанести больше урона. Обязательно напиши, каких героев во фрагментах ждешь ты, или кого хотел бы купить в текущих фрагах. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока!